Здравствуйте! Вы не представляете, как я обрадовался, когда мои любимые режиссеры наконец-то послали меня на море, на юг, в Кирилловку, в Запорожскую область, Азовское море. Просто был счастлив. Думаю, ну поеду, позагораю, да еще и рыбу половить интересную. Пеленгаса – цель нашей сегодняшней рыбалки. Но когда приехали на Азовское море, оказалось, что на югах тоже бывает совсем не жарко. Сижу в куртке, вообще не потею. Холодно, ветер, сумасшедший ветер просто. Что я знаю о пеленгасе? Что пеленгас вкусный, что он не совсем местная рыба, а дальневосточная кефаль. И все, что я знаю, что он клюет на местного червя лиманного, на особую снасть, которую местные знакомые нам показали. И кидать надо далеко. Вот это, пожалуй, все. Будем пробовать прямо по ходу. Люди на берегу подсказали кое-что, показали, посмотрели. Дальше будем домысливать уже в процессе ловли. Но изначально я привез две удочки. Это Brain Apex Double в фидерном варианте. И будем ловить такой же катушкой. Намотаю на леску. Поставлю из шнура шок-лидер. А вторая удочка Shimano Speedmaster Surf. Именно серфовая удочка для дальних забросов. На него намотаю специальную леску шамановскую. И сразу у них у Shimano есть такой конусный шок-лидер. Вот организую такие две снасти. Заброшу. И дальше буду рассказывать то, что я знаю о пеленгасе. И что у нас получается из сегодняшней рыбалки. Очень хочется закинуть. Тем более покручу катушку, может хоть согреюсь. Не всегда на море тепло. Поверьте. солененькая водичка. Так как у нас Apex Double от Brain A это все-таки удочка, которая для карпа, то и леску я намотаю на нее карповую. Пролоджик. Меньше сносит ее. И все-таки песок абразивный. Посмотрел. Вот местные все ребята ловят лесками. Большинство. Кто-то шнуром, но все-таки шнур наверное и стирается очень сильно. Поэтому намотаю лесочку. Летит она хорошо. Скользкая очень. Карповая леска. Но для заброса поставлю понятно шок-лидер из шнура. Потому что груза используются такие нормальные 110, 120, 150 грамм. А еще мне повезло, как обычно, как утопленнику приехал. И ветер настолько сильный восточный ветер, что многие даже 200 грамм ставят груз, чтобы не сносило. Потому что волновое течение очень сильное. Все. Сейчас просто шок привяжу. Продену в кольца. Привяжу шок. И первую оснастку мы забросим. С надеждой на интересную рыбу. Так. Шок привязал. Леску намотал. Карабинчики вот такие, которые вот как раз для моря. Вот они просто морские, надежные, крепкие. Поставлю карабин на конец шока, чтобы в случае чего можно было менять оснастку. Что такое оснастка? Посмотрел у всех людей, ловят плюс-минус одинаково. То есть идет флюрокарбон. Флюрокарбон 0,6, 0,55, 0,5, ну где-то в районе 0,6. Вот такой где-то высоты. Метра полтора, наверное. Почему флюр? Потому что ну все-таки песок. И песок состоит из обломков бракушника. Понятно, что очень абразивная. Обычную леску будет просто резать. Груз. Вот такой вот груз 120 грамм. Попробую будет сносить или нет, пока не знаю, честно говоря. С крылышками, чтобы хорошо летел и чтобы на обратке, да, то есть он цеплялся за дном. То есть суть примерно такая, чтобы его не сносило. То есть должен зацепиться. Поводок. Поводок тоже из флюрокарбона. Вот такой вот карповый отводик сделал. И крючок с зацепами под червя. Потому что червь не реис, который используется при ловле кефалия, он очень-очень-очень нежный. И чтобы он лучше держался, то крючки лучше использовать с вот этими зацепчиками. Все так делают. И пенопласт. На поводке пенопласт. Почему пенопласт? Потому что если просто надеть червя на крючок и забросить, то азовский бычок очень вкусный, тараночки, он будет все съедать или вешаться сам. Пеленгаса не увидим. То есть суть нашего поплавка не столько привлечь рыбу, сколько поднять все-таки нашу насадку, насколько я понимаю, от дна, чтобы оно где-то там вот как-то вот так у нас парило. Все, что я понял из разговоров с местными ребятами, что длина поводка и высота отступа от грузила, вот это реально важно. Потому что сказали, что пеленгас может питаться ближе ко дну, выше или совсем высоко. Вот этим надо играться. Многие играются несколькими поводками, там в 40 сантиметрах, в 80 сантиметров, длиной поводков играются. Но чтобы это понять, надо забросить. Поэтому оснастку вот такую связал, попробую пока на такой длине, на карабинчик одеваем. Не будет получаться поймать на это, будем делать что-то другое. Первая снасть в воде Апекс. Почему выбрал именно Апекс из фидеров? Ну как фидерист, потому что ну все, абсолютно все говорили, что бросать надо далеко. И чем дальше иногда, тем лучше. 120 метров, 110 метров. Но вот сегодня, при вот этом ветрюгане и шторме, я рыбу вижу прямо в первой волне под ногами. Не знаю, она кормится там или нет, но видно реально на гребне волны. Иногда даже выпрыгивают пеленгасы. Иногда просто как бы гуляют в этой волне. Не знаю, там такой шторм расколбас, но они плавают. А Апекс брал именно для дальнего заброса, потому что ну у этой удочки настолько крупные кольца на квертипе, что она бросает как карповик практически. Ну а вторую удочку уже брал, исходя из того, что кидать надо реально далеко. А для этого серфовая палка для больших весов лучшее, наверное, что есть. Ну поэтому спидмастер серфовый. Вот такой вот красавчик с катушечкой, сами понимаете, да? Ультегра с диаметром, то есть вылет бешеный. Ну и уж коль такая снасть складывается классная, то под нее взял еще вот такие вот специальные морскую леску. Вот такую 255 спидкаст специально для моря. И вот такая у Shimano есть прекрасная вещь, как готовые шок-лидеры. Он идет от 0.26 до 0.57. То есть к основе вот этой, я привяжу, будет 0.26, а там где будет бросать груз и где будет идти нагрузка, будет идти 0.57 специальная леска. Очень удобная, очень классная вещь. Так что будем мотать лесочку, вот такую красивенькую на вторую нашу удочку. Будет такая чисто у меня шимановская снасть. Все шимана. Или шимано. А как правильно? Шимано или шимано? Наверное, шимано, но шимано как-то привычнее. Самое интересное, это то, что меня же не просто так сюда послали, а со словами пеленгас просто клюет, как сумасшедший. Ну вы знаете, да, мое счастечко? Даже местные нам сказали на базе, что ха, ребята, вы вообще там не станете, все занято будет, даже ночью вы места не займете. Именно это место, почему именно это место пользуется популярностью. Потому что за нами молочный лиман и вот там за спиной у меня вход в молочный лиман, куда пеленгас, по идее, идет нереститься, когда он нерестится. Но самое интересное, что входа нет. То есть море с лиманом в данный момент не соединяется. Там вот куча песка есть, их как бы копают вроде проход ему. Я не знаю, то ли лиман закрывает от пеленгаса, то ли, ну, не совсем для меня эта логика понятна. Но именно сюда пеленгас приходит. Вот это его место, где он как бы собирается там, кушает травку всякую, объедает песочек, не знаю, что он объедает. Но когда мы сюда приехали, то оказалось, что следов масса, целая дорога по пляжу накатана. Но людей нет, людей очень мало. И вот все ребята, которые приехали, они тоже такие, а где люди? Оказывается, опять информация от местных жителей, что, а, так восточный ветер сильный задул, все, клева три дня не будет. Я, конечно, как всегда очень сильно расстроен, но есть одно но. Клев для меня лично с с нормой вылова три килограмма все-таки никто же не отменял, да. И у местных это абсолютно разные вещи. То есть у местных это не клюет, потому что 50 килограмм я не поймал. Вот это не клюет. Поэтому я надеюсь, что несмотря даже на мерзкий ветер, не знаю, на какие-то тучи там вот за оператором, он бедный-то не знает еще, я-то вижу, а там тучи, а мы на море. Я думаю, все равно мы кого-то поймаем. Ну не может быть, я рыбу вижу в волнах, она есть. Осталось просто ее поймать. Морская удочка, морская леска. Опять не знаю, что такое морская леска и чем морская отличается от не морской, но, наверное, что-то же они придумали. Мотаем. Так, лесочка все. Теперь привязываю к ней шук-лидер наш. Красивенький. Непривычно на море все с песочком. Опять-таки добрые люди посоветовали взять вот такую штуку. Я не сразу понял, что это. Я говорю, а зачем проволочка? Оказывается, это не проволочка, это трубочки. Вот такие стальные трубочки, тоненькие. В чем суть? Это в трубочке проволочка, чтобы ее прочищать, если она вдруг забилась. Значит, мы берем трубочку, берем нашего червяка и начинаем его одевать на трубочку с головы, то есть нам загибать не надо, нам просто его надо ровно нанизать на нее. Трубочку вставляем его в рот и ровно продеваем. Ровно как-то это гораздо проще получается. Вот я одел целого червя, а можно одеть также кусочками, то есть ничего не поменяется, он кусочками также ровненько оденется. Одели червяка. Сейчас добавлю еще червячка или кусочек, допустим. Вот у меня тут хвост какой-то непонятный есть. Ох, ветерок, ох, дует. И потом делаем такое движение. Вот у нас такая палочка для жарки на костре. Наше жало вставляем в трубочку, вовнутрь. Хоп. И просто сдвигаем червя, и он уже никуда у нас не пойдет, он у нас уже не порвется. Он чулочком очень аккуратно. Хопа. Трубочку убрали. И вот червяк у нас полностью на крючке. Вот такое вот очень приятное приспособление. Вроде просто, но червяка помогает экономить, потому что червяк 2 гривны штука, между прочим. Все, червяк одет. Забрасываем. Ничего не понимаю, что происходит. Куда-то то ли унесло, то ли. Не, это рыба. Слушай, там рыба, наверное. Или груз. Ха, вот он мой пеленгасик первый. Иди сюда. Аааа, я его поймал. Вот он, мой первый пеленгас. Тихо. Такая классная, прикольная рыба. Честно, поклевка, думаю, понесло, что ли, куда-то фидер поплыл такой, я бы сказал, по течению. А он, оказывается, клюнул. За нижнюю губу. Ааа! Какой колючий он! Аааа! Где ж ты? Ух ты, ёпт! О, буду знать. А то я его только в гастрономических знал. Короче, тут такие колючки. Вот они. Проколол больно. Вон, дырка даже во мне теперь. Грудные плавники нормальные. А вот эти плавники, конечно, жесть. Ай-яй-яй. В общем, за спину не берите его. Потому что совсем вот... В общем, больно, очень больно. А такая бойкая рыба. Рот интересный. Треугольником. Такой на нашего подуста похож. Всё-таки он скоблит, значит. Объедает. Интересно, что у него там. Не, рот гладкий. Отдай крючок. Сработало. Треугольная губа. Знаете, что ещё? Вот есть, ну, скажем так, наверное, минус всё-таки в море. Отправить-то нас с оператором отправили. Но вот суточные нам выдали, как просто на поездку на рыбалку возле Киева, куда-нибудь на Озерцо, в село небольшое. А это курортная зона. Тут, извините, расценки другие. Поэтому, вы просто не видите, у меня ветром сдувает оператор, а он голодает. Поэтому, наверное, я его оставлю и покормлю своего ненаглядного оператора. Есть будешь? О, хорошо. Попробуем, как он на вкус, да? И я попробую. Прости, Пеленгас, ничего личного, всё по-честному. Пошли забрасывать ещё. О, а это что за чудо такое? Ты кто, зверь? Чаечку принесло. Ох ты, бедолага ты. А, ты летать не можешь, ты просто пришла ко мне, не буду тебя трогать. Природа, есть природа. Самое, наверное, правильное, что мне сказали сегодня по поводу Пеленгаса и что я узнал, и в что я верю точно, это то, что если он не идёт, то он не идёт. Народ уже на берегу, ну и так людей мало. Уже собираются по трое просто, бродят, ходят. Вот с утра он проклюнул, но вода была прозрачная. Вот этот шторм, он всё-таки всё расколбасил, вода помутнела, и как-то вот этот дальневосточный вселенец куда-то пропал. И ничего не сделаешь, это не фидер, ты не покормишь рыбку. Забрасываем, вынимаем, по 20 минут ждём. Ну, червь временами куда-то пропадает, но такое ощущение, что это всё-таки бычок там подпрыгивает и тырит нашего червяка. Но, есть одно но. Рыбка у меня есть, голодающий оператор у меня тоже есть. А выезжая из Киева, у Серёги Гаджета я отжал такую классную-классную походную сковородочку. Спасибо тебе, Серёга, большой привет. Поэтому, наверное, пока прохода нет, снасти заброшены, а я пойду и займусь кассирочком и приготовлю наш трофейчик. Должно получиться вкусно. Вот что самое главное в любом, даже самом рыбном месте, это посмотреть, что делают аборигены. Особенно в неизвестном месте. Вот посмотрите, ни одного спиннинга не закинуто. Вот не идёт сейчас спиннингаз, нет его. Вот помутнело, он куда-то пропал, там своей жизнью живёт. И всё, все ушли. Все вымотали снасти, чтобы не тратить червей. Это не наш вариант, когда опарыша насадил, закинул и пусть стоит. Потому что выгрызает червя, а червь дорогой, ценный и копать его очень тяжело. Поэтому обратите внимание на берег. Никого. Утренний проход был не очень многочисленный. Ну, слава Богу, на покушать поймать смогли. А сейчас вот такой перерыв обеденный, поэтому и мы пообедаем. Хоп. И осталось сюда налить маслице и положить нашу рыбулечку. Смотрите, какая замечательная вещага. Маслице. Это привет от гаджета. Вот это я удачно вообще отжал. Он как раз с Китая вернулся, всё по-китайски написано, ни слова по-русски. Наверное, соус. Соль, перец, специи. Всё есть. Пошёл за рыбкой. Жареная рыбка – это всегда хорошо. Ожаренная свежая рыбка – это вдвойне хорошо. Ожаренная свежепойманная рыбка – это вообще шикардос просто. Ох, у нас тут маленько пожарчик бывает. Так как рыба японская, а японцы едят вообще всё сырое, то долго жарить пеленгаса мы не будем. Прихватили с двух сторон и будем есть. Всё-таки он свежий, только с моря. Точно известно, что он не заморожен, нигде не был. Ну что, страдалец, выключай камеру, пойдём поешь хоть. А то ветром шатает уже. Пойдём. Правильно, поедим всё равно, всё как было, так и есть. Угощайся, родной. А то он худой-худой, как эти червяки, не рисы. И я с тобой за компанией кусочек. Ням-ням-ням-ням. А там вообще дождь идёт, смотри-ка. Вот почему не клюёт. Истину вам говорю, давление. Всё как обычно. Надо было проехать 800 километров, чтобы опять попасть на давление. Спасибо за внимание. Дайте людям поесть. Кто ты, животные? О-о-о. Бык. Не совсем то, что как бы мы хотели. Вот кто объедает даже не на дне моих червяков. Да, может раненой чайке хоть сгодится. Эй, крючок отдай, вот как ты нанизался на такой крючок? Такая рыбка на такой крючок, а? А, будешь есть? Рыба. Никто не хочет есть. Ни чайка раненая не хочет есть. Ни пеленгас не хочет есть. Обед. И я бычка не хочу есть. Хочу пеленгаса. Вообще странно, да, что пеленгас, вселенная рыба. Там, в 70-е годы ее, по-моему, адаптировать начали. Так размножилось и развелась много. Ну, реально, пеленгаса больше, чем всех остальных кефалей. Хотя аборигенные, там, лобан, сингиль, астронос, да, три вида. Ну, очень-очень мало. Раньше говорили из-за экологии, но пеленгас при этой же экологии каким-то образом же захватил практически. Ну, Азовское море. Я думаю, что он кормовую базу все-таки выедает. А аборигенные виды как-то... Ут ты, поклевочка, поклевочка. А, висит. Небольшой. Но очень далеко взял. Давай, 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 давай. Волна, волна, требую волну. Такой пеленгасик маленький достаточно. Все равно приятно. Малышок пойдет в садочек. Уж очень вкусный оказался жареный. Очень далеко. На самом выбросе там, где чистая вода начинается. То есть все-таки от берега он сбежал, даже мелкий пеленгас. Значит, будем швырять подальше. Пошел в холодильничек отнесу. Получив какой-то опыт с работой с вот этой вот насадкой, с этой червячком местным, хочу сказать, что трубочка это, конечно, идея очень классная и задумка классная. Но мне лично трубочкой оказалось все-таки даже сложнее, потому что червяк крутится. Насадить его ровно, нанизать на нее не всегда получается. А вот за счет того, что крючок идет как бы снизу вверх, если вставляем в жало и чулочком, вот главное челюсть вот эту продеть, очень жесткая у него челюсть такая. Но от трубочки я все-таки отказался. Конечно, на крючке обязательно зазубрины, иначе просто стягивают моментально. Вот на эти зазубрины одели на целье и на том месте червь хоть как-то держится. Боковой ветер, конечно, так забросу мешает дальнему, а кидать далеко надо. Слушай, родной, а квадрокоптер твой, он сможет груз такой поднять 130 грамм? А чем не идея? Давайте займемся новым, необычным. Про кораблик для карпа все знают, а про квадрик для пеленгаса еще никто. Неси, будем бортировать. Так, шпуля открыта, взлетай. Пошел, пошел. Вот он первый летающий груз. Хорошо идет, давай, 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 дальше, давай. Максимум выматывай, в леске много, давай. Тебя с работы не выгонят за использование так? Ну хорошо идет. Главное, чай не позбивать. Вот это, я понимаю, завоз. Упало. Вот, свершился первый в истории заброс кормушки, даже не заброс груза на море дроном. В крайнем случае, в моей истории точно первый. Красава, молодец, респект тебе. Если начнет клевать с такой дистанции, будешь постоянно завозить. Спасибо тебе, о пернатая птица. Спасибо, жму руку. Отдыхай. Пока, отдыхай. Куда оно летит, бог его знает. Судя по леске, куда-то далеко, но... Вот тяжело на волне, это вам не на Днепре. Плюх, грузик, упала, кормушка. Честно, я ничего не вижу. Понимаю, что куда-то в море. Зато одно могу сказать вам точно. Я понял, почему все ребята ставят все-таки вот эти вертикальные такие держатели. Потому что, если просто ставить на обычные фидерные треноги, вот на такие, не надо их вести на пеленгасы. Это я точно понял. Волна, когда вот так колбасит просто леску. А чем выше ты ставишь, ты уходишь из этой зоны. То есть, вот такое положение, оно все-таки правильное. А тренога для этого не особо подходит. Вот реально нужны колья, стойки, которые будут держать удочки вертикально. Самое супер. Ну или под каким-то углом вот таким вот, высоким очень. Рыбка, 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 рыбка. Эх, черт. Сошла, я ждал ее. Блин, 4 часа эту поклевку. 4 часа. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Называется вечерела, а рыба все не шла. Это, конечно, самое комфортное. Без клевия вот часа 4 последних. Ну не считая схода, просто бешено обидного схода. Просто крупная рыба. Но она одиночная. А так сидишь, загораешь, шея сгорела. Ветерочек дует, море плещется. Все классно. Но рыбы нет. Вот у меня такое, ну мое мнение сложилось по общению с местными мужиками, рыбаками, что вот этот молочный лиман, где пеленгас, собственно говоря, там должен нереститься. Но прохода в него нет. Его там копают как-то. И вот такое ощущение, что пеленгас на нерест, он пытается, он приходит туда, упирается, а захода нет. Ну берег, берег ровный, везде берег. И вот эта стая идет дальше где-то, вот она может простояла, промучилась здесь. На нерест не нашла места зайти. И пошла дальше где-то искать другой заход в другой лиман. Ну может быть, не знаю, прав я или нет, но у меня лично такое мнение сложилось. И даже на самом рыбном месте на самом деле можно приехать и не поймать рыбы. Это вот печально, но это факт. Просто она не стаянная. Только ж не сойди. Я тебя ждал так долго. Хорошая рыбка, хорошая рыбка. Давай 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 давай, родной. Давай 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 давай, давай только не сойди только не сойди я тебя умоляю рыба уже вечер блин хорошенький да 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 бед все я их домучил ох и жестоко это жесть очень тяжело вот такой красавчик под вечер целый день целый день один сход обидный вот такие красавцы живут же но человек который продавал мне вот эти вот оранжевые штучки в рыболовном магазине оказался прав он сказал будет восточный ветер три дня клевать не будет так они это знают для меня загадка но факт остается фактом местные даже не ловят приезжают черкас запорожье ребята приехали вот все вот так ну а рыба очень симпатичная конечно но колючая как раз ты у меня красавчик будешь завершением нормы вылова норма взята хотя помучиться пришлось честно весь день то есть на очень рыбном месте я умудрился попасть в очень нерыбное время тихо 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 но так бывает эта рыбалка поэтому главный вывод который я сделал вот по ловле кефали на азове если вы реально хотите попасть на раздачу не едьте ни в коем случае на один день надо ехать дня на три на четыре вот тогда вероятность вы попадете может даже покататься здесь по косам потому что можно приехать там где еще вчера ловили и опача сегодня я увидел это с утра с утра рыбка была и потом она просто хлоп и пропала и весь день голяк и тишина только маленькая кефалька на этой позитивной для меня ноте наверное буду заканчивать сегодняшнюю программу с вами был федор андрусенко подписывайтесь на наш канал ставьте лайки предлагайте новые места а я приеду и проверю рыбное она или нет пока а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»